Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 2 декабря и как обычно традиционно декабрь это тот месяц, когда мы начинаем уже составлять меню на новогодний стол и так немножко начинать планировать, что мы будем готовить, составлять смету нашего новогоднего стола. Я хочу сегодня вам рассказать об одном салате, который вы можете приготовить на новый год при любом финансовом вашем положении, он очень дешевый этот салат и очень полезный, это конечно винегрет, но винегрет не обычный, не по классическому рецепту, а вот с добавлением кукурузы и яблока, именно эти добавки делают его по-настоящему таким праздничным блюдом. Я сейчас вам все подробный рецепт расскажу, приготовление конечно не буду говорить, это вы все знаете, поэтому ролик будет очень коротенький, но вот сколько я помню, во времена моего детства, 50 лет назад, 40 и даже 30, винегрет был на каждом праздничном столе, это было у всех и всегда, потом он немножко забылся, когда продукты нахлынули разные наши заморские, и сейчас молодежь отказывается частенько от винегрета, потому что можно делать там крабовые различные салаты, салаты с различными деликатесами, но все-таки нужно понемногу возвращаться к винегретам, и у нас тоже вот несколько лет не было винегрета, потом я снова начала его готовить, и сейчас скажу почему, винегрет очень хорошо уравновешивает все мясные блюда, и мы знаем, что за новогодним столом мы можем себе позволить немного лишнего, если не будет вот таких блюд, в которые входит свекла, например, там морковь, лук, капуста, пищеварение будет очень затруднено, я все с точки зрения здоровья, а винегрет нам поможет потом нашему пищеварению, чтобы все это прошло гладко, и чтобы после нового года мы не болели, вот смотрите, рецепт этого блюда такой, очень все просто, две свеклы, одна морковь, две картофелины, 100 грамм соленой капусты, но вот я добавляю не только соленую, вот в данный момент я добавила маринованную с перцем, это все равно, главное, чтобы она такой, ну, солоноватый вкус придала винегрету, потом одна небольшая луковица и зеленый лук, 3 столовых ложки кукурузы консервированной, 1 чайная ложка сахара, соль, немногое масло растительное, когда я готовлю для праздничного стола, я добавляю все по рецепту, сейчас вам еще раз наведу, чтобы вы прочитали, я добавляю и соль, и сахар, но когда я готовлю в повседневной жизни, вот сейчас я сижу на диете, я соль и сахар не добавляю, мне достаточно вот этого вот соли, который в капусте, тут даже рассказывать не о чем, все это отвариваем, мелко режем и все соединяем, в результате получается вот такой вот яркий, красивый, праздничный салат, винегрет с яблоком и кукурузой, и поверьте мне, по вкусу он не сильно уступает тем салатам сложным, которые готовят очень долго, вот именно яблоко, именно кукуруза добавляют вот такой изюминки, такой сладковатый нежный вкус, если кто не любит с растительным маслом, винегреты можно заправлять и майонезом, если вот хотите, например, там пожирнее, чтобы он был, но лучше всего все-таки с растительным маслом, тогда вот этот оздоровительный эффект от этого блюда, он достигнется в наибольшей степени, я готовлю такие блюда не только в праздники, но и в будни, вот сейчас видите, я приготовила большую-большую миску, вот это все, что я вам показывала, я сейчас тоже туда все сыплю, перемешаю, и вот для всей семьи хватит, ну я, конечно, вы знаете, почему я сегодня его приготовила, потому что я сейчас веду оздоровительную программу, снижение веса, все, это идеальный вариант и для диетического питания, и для праздничного стола, обязательно приготовьте такой салат на новогодний стол, вы не пожалеете, он вам сильно поможет, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, начинаем планировать новогодние салаты, вот этот был самый-самый полезный, дальше еще один полезный расскажу, а потом буду рассказывать про вредные, которые хоть и вредно кушать, но тоже на новогодний стол они нужны, это вот жирные такие, мясные, все, до свидания.